В шатре зимней универсиады 2019 кипит жизнь каждый день. Буквально на днях там прошел отборочный тур соревнований по спортивному ориентированию. Слава Голубев прямо сейчас находится у нас на прямой связи. И Слава, расскажи нам, пожалуйста, что интересно происходит прямо сейчас. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Мы находимся в шатре универсиада 2019 на острове Татышев. Рядом со мной находится Наталья Крылова, администратор шатра. Собственно, сейчас поговорим о том, что можно здесь увидеть, какие мероприятия посетить. Расскажите, как работает шатер, собственно говоря, и когда можно попасть на одно из мероприятий, которое здесь происходит. Доброе утро. Шатер работает практически каждый день, ну, кроме понедельника. Это день профилактики, подготовки шатра к работе на неделю. Со вторника по воскресенье каждый день в будни мы работаем с 12 до 20 часов. Выходные дни с 11 до 21 часа. Тем не менее, мы сейчас находимся вот в шатре, уже он открыт, уже здесь что-то происходит. Да. Помимо того, что днем мы устраиваем различные мероприятия для наших красноярцев, каждое утро мы приглашаем всех, кто занимается спортом на остров Татышев с 7 до 8 утра на утренний коктейль. Мы угощаем всех, кто за здоровый образ жизни, в том числе и мы, утренним коктейлем здоровья. Отлично. Прошло половина лета, половина лета уже позади, да? Что было за это время такого интересного, что можно сейчас вспомнить и сказать, вот это было действительно здорово, например? Каждый день в шатре это правда здорово, нисколько не лукавлю. Можно спросить у тех, кто приходит к нам в шатер практически каждый день. Ребятня ждет открытие, прям вот у дверей толпятся и до самого вечера. И взрослые тоже рады. Каждый день проходят какие-то мероприятия, вот так выделить какое-то одно невозможно. Они все тематические, все интересные, все познавательные. В общем, приходите и сами все увидите. А сколько людей вот за это время посетило шатер? Каждый день вот сколько приходит, например? Ну, погода, конечно, влияет, но поскольку в это лето погода нас очень радует своим теплом, то в среднем, ну, от двухсот до нескольких тысяч, в зависимости от того, какой день, вот выходной день на фестивале зеленым, у нас было несколько тысяч человек. Вот, наверное, все, кто был на зеленом, практически все пришли к нам в шатер посмотреть, поиграть, пообщаться с нами, с нашими волонтерами. Угу. А иностранцы бывают? Да. Да, иностранцы посещают наш город, а поскольку универсиады – это событие мирового масштаба, то, конечно же, наш шатер является одной из достопримечательностей города. К нам сюда приводили экскурсии, мы их с удовольствием проводим, ну, и так поштучно тоже приводят иностранцев. Сейчас, наверное, самое время рассказать о каких-то знаковых проектах, которые вы готовите в будущем. Ну, из того, что планируется в шатре, ну, вообще, я уже говорила, все проекты для нас важны. Мы здесь проводим спортивное ориентирование для наших красноярцев, что очень интересно. Финал планируем провести к заказу строительства шатра. Далее у нас проводятся еженедельные по средам турниры по уличному баскетболу, вернее, по броскам в кольцо. И вот опыт прошлого года показал, что финалисты данного направления принимали участие у нас в тренировках с командой нашей баскетбольной Енисей и были приглашены на финальные соревнования. В общем, это доставило массу удовольствия, мы решили повторить этот опыт. И в этом году также финалисты попадут с командой Енисей на тренировку и на игру. Хорошо. Ну, и самый такой последний вопрос. Вот мы видим массу игр здесь, которые присутствуют. Все-таки шатер – это больше развлекательная или познавательная площадка? Это познавательно-развлекательная площадка. Мы через формы общения игры рассказываем о зимних видах спорта, которые будут представлены на универсиаде Красноярск 2019. Каждый день мы проводим турниры по аэрохоккею. Ну, зимние виды спорта нас интересуют, поэтому в таком минимизированном виде представлены они здесь. Это настольный керлинг, аэрохоккей, настольный хоккей и биатлон. Добро пожаловать к нам. Ну что ж, я тоже хочу присоединиться к пожеланиям Наталии. Добро пожаловать в шатер универсиада 2019. Напомню, что беседовали мы с Натальей Крыловой, администратором шатера. Что ж, друзья, спасибо за внимание. У нас все. Спасибо. Спасибо.